И посмотрите, как сейчас постепенно следующее на первое движение, потом третье, потом четвертое, и особенно те, кто на продолжение этой прямой, увидят, как стремится вот такая бегущая по цепочке волна. Когда она дойдет до последнего маяния, она отразится, и побежит обратно, и уже движения будут более хаотичными, будет наложение этих букв. А колеблется, каждая частица каждой маянии направлением в струкляр. Это побелечная волна. Возмущение, созданное в одном месте, дальше в виде сжатия движений состояется со скоростью примерно в 300-30-40 метров в секунду. Если мы услышали гром через 3 секунды после вспышки волнии, значит, примерно километр расстояния до грозы. А в воде – почти полтора километра в секунду. А в твердых телах – в несколько километров в секунду. Числицы изображают частицы среды, частицы воздуха. Мы покажем, как происходит волна сжатия и раздвижения. Как сжатия и раздвижения переходятся по воздушной среде. Это и есть ведущая в воздухе волна. Точно такие же продольные волны, которые сохраняются жидкостью. Это в каждом месте частицы находятся в близких положениях и в каждом месте никакие частицы никуда не перемещаются. Они делают только движения туда-сюда. А после первых распространяется волна. И вот эта волна достигает ухо. И в нашем ухе есть парабанная перепонка. Вот мы сейчас из этого уха эту парабанную перепонку, вот я достала. Вот она здесь, эта парабанная перепонка. А с другой стороны, в ней потерплены несколько хвоститиков, которые могут колебание перепонки усиливать, а могут наоборот потенцировать, ослаблять. Так что мы можем воспринимать, там все очень-очень тихие, такие очень громкие звуки. И, конечно, эти хвоститики передаются воспринимающему аппарату, по мнению ухи, по нашему мнению ухо. Там есть такая улитка. Вот это и есть клеем. Парабанная перепонка совершает какие хвоститики, собственные или вынужденные? Вынужденные, ее вынуждают. Поэтому вы воспринимаете те частоты, которыми ее вынуждают перепадаться. Кстати, ухо, в отличие от глаза, обладает интересной способностью разлучать разные звуки. Когда мы слышим аккорд, мы слышим, что это два или три, даже четыре или даже пять звуков. А вот когда мы смешиваем цвета в баночке желтой, в весенний, то видим мы и два цвета в итоге не аккорд, а видим один цвет зеленый. Так что ухо наше очень замечательное, различающее прием. Все, что календрится, вызывает в воздухе бегущую волну, которая воздействует на наших ухо. Вот, например, парабий машет крыльями. Мы не слышим звука. А муха или хамара, ведь, тоже машет крыльями. Мы слышим звук. Кстати, муха или хамара издает звук именно махая крыльями. Ухо наше хамара издает звук. Еще наше хамара издает звук. Он специально займал мухом. Он помазал крыльями медом. И убедился, что муха стала шурзать более низким, как шмей, с тоном. Стало труднее, махая пылышками. А вот календрия, которую я не видела, мне, наверное, тоже машет пылышками так часто, почти так шмей, что предсоздаёт гудение. Низкое гудение. 8-10 секунд он успевает помахать. Вообще, наше ухо воспринимает частоты в очень большом диапазоне. Слишком низкая частота, слишком ультразвук, это инфразвук. А слишком высокая, наоборот, ультразвук, в медицинском кабинете. У нас сейчас будет такой простой эксперимент. Генеральная звуководная частота выдаёт нам клевание, нам создаёт прилетание вибраны телефона, с разными частотами. Вообще-то у здорового человека в книжке пишут должен слышать от 16 клеваний в секунду, 16 герц, до 20 тысяч. Но 20 тысяч вся здорового человека уже не найдёшь. Диапазон, где слышимость со стороны высоких частот служает очень быстрым, все испорчены громкими звуками. Посмотрите сейчас, что вы слышите. Начнём мы с 16, да? Герц? Слышите гуденье, да? А тут ровный такой. Кто не слышит, не раздравится сейчас. Увеличиваем частоты. Все больше, 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 больше. Видите, кажется, что громче. Основная ампульсивность не меняется, потому что глухо лучше воспринимается. Так, потом мы перейдём к высочим частотам. Цель мимо и частот минуем. О нём тут все хорошо слышны. И вот пошли в высоте. Ваши нам будут говорить, когда будет 10 тысяч, когда будет 12, когда будет 12. Так, потом будет 10 тысяч герц. Одна соль, да, Паша? Так, вот 10 километров. Слышите? Владивный диск. Как я думаю? А, пойдём слышите? Да, это 12. Слышите? Ну да, я думаю, кто жилы, я уже не слышу, Кайя. Так что дела справитесь, кто уже не слышит. Да, я думаю. Уже 15. Уже 15. Можно трогать, трогать, трогать. 15, да? Четырнадцать. 16. Кто слышит? Да. Вот, причём лотеню, кто слышит. Давайте. Давайте два. Давайте два. Один тысяч. Один тысяч. Один тысяч. Один тысяч. Один. Один, да. Один. Вообще. Один. Вперёд четырёх тысяч герц. Я знаете, это точка аккаунда, который здесь начинает Бросяка. Один. И поэтому, за такие времена, когда не было разных механических сирен, на корабле играли паросят. И нужно, они, чтобы, пока туманно столкнулись с другими кораблями. Просто дёргали за хвост, и паросяк обещали. Какие были сирены. Видимо, вот эта частота две половины тысячи. Случайно, когда возлются эта вещь, эта частота тоже хорошо представлена. Ну, а мы сейчас познакомились с первой характеристикой звука. Частота — это сколько колебаний всю фонду совершает барабанная перепонка, источник звука. И частоту мы воспринимаем как в высоту, то на высокий звук, лимийский звук. Первый пример источника звука, где создается просто прерывание воздушной струи, когда воздух проходит через дицы с отверстиями. Отверстия, разное количество, будут вырезаны на фальсу, это окружность его отсюда, а уже все меньше удается. Так что, зависит от того, в какое место диска, как это было в центре, мы впустим барабанную струю. Пусть используется и исключительность, чистота прерывания. Пусть используется и исключительность, чистота, соответствует ночью. На этом принципе прерывания звуковой стилик работают сирены, военные и прочее, обещающиеся в опасности. Пожалуйста, не пугайте. Постепенно меняется высота звука. Поговорим о разных звучащих темах. Ну, вообще-то, звучит все, кто угодно. Стол звучит, как мы там уже не можем, стучим. Вот некоторые звуки красивые, музыкальные, по крайней мере, мы их можем пропеть. А другие звуки мы воспринимаем, как шум. Так вот, такие красивые музыкальные звуки, мы сейчас посмотрим, как они возникают на примере струны. А вот это вот устройство, мы сейчас в Попорье мы сделаем. Когда мы хоть щепнем, это затухающее собственное колебание, или сделаем более длительно звучащие автоколебание с помощью смечка, у нас, так сказать, звучит на определенной полсоте, которую мы воспринимаем буквально, как некую, там, ноту, высоту, тона. Мы можем внести натяжение этой струны, и убедитесь, что при этом меняется эта высота. Ну, это все скрывачьи-генористы знают, что меняет натяжение, вы меняете высоту тона. А сейчас мы поймем, а почему так происходит. Вот, такой объект, как струна, так же, как и маятник, тоже имеет собственные частоты. Но только у маятника одна собственная частота, а струны целый набор собственных частот. Но они таковы, что будет делать вот так вот, вверх, вниз, вверх, вниз. И образуется вот такая вот колеблющаяся волна. Она, кстати, называется стоячей волной. Вот, сейчас мы сделали вот такую стоячую волну, когда мы видим, что каждая точка движется вверх, вниз. При этом концы всегда неподвижные, они называются узлами. А вот серединка, где самая большая амплитуда, размаха, влипания, называется мощностью. Но она может совершать и более сложные перебывания. Вот какой, например, фото. Для этого надо ее возбуждать с частотой в два раза больше. Ну, мы сейчас попробуем в этом шнуре. Может быть, у нас получится на ней две таких полуволны. Может быть, у нас получится, например, две. Вот, вот. Но мы уже догадались, что собственные перебывания страны. Все устроены таким образом, что на длине страны надевается целое число вот таких полуволн. И происходит вот такое вот движение. В одном месте вверх, в другом месте вниз. Это все, все называемые стоячие волны. Для всех типов волны, как и пущих, так и волны, которые образуются стоячие в струне, и в других целях есть одна конверсальная связь между длиной волны, частотой колебаний и скоростью распространения звука в этой среде. Длина волны — это скорость звука, взеленная на частоту колебаний. Если я просто ущипну струну, то возникнет вот такое колебание. Самое простое, где самая длинная волна, самая маленькая частота. Это колебание называется основным тоном. Основной тон или основное колебание. Для того, чтобы возбудить, скажем, колебание боя большей черноты, более короткое стояние волной, я должна принять специальные меры. Но когда гадаетесь, какие-то меры надо не позволить сформироваться кучностям. Все музыканты, струнники, знают такое сложание. Надо приезжать, желательно, в районе серединки струну. Два раза выше становится частота. Гуквы это воспринимают как октаву. Октава — это как раз возрастание частоты ровно два раза. Написали? Нет. Ну а в этот лжаве, ты помнишь, который сделал такой набор, экспериментирован со струнами и понял, что длина скучающей струны определяет вот эту высоту основного тона. И чем короче струна, если я струну сделаю короче, она звучит все выше, выше, выше. При этом было тогда обнаружено, что если длины струн отличаются как, ну, например, подлошься с другом, как два, прямого, ну, то есть полтора раза отличаются, или там тридцать четырем, один, двадцать пять всего-то как раз, то они вместе звучат красиво. Ну и назвали интервалы, где там, подразумевают, петля, паттер, квартал, три-четырех, там, перца, пять-шести и так далее. В струне могут возникать самые разные стоячие гулы, и одна и каждая струна может звучать на разных частотах. Но это не только струна, очень похожие происходят процессы в любых вот таких средах, которые имеют простую форму, просто длинный предмет, палочка, стержень. Заставим звучать этот стержень. И так просто с помощью, посмотрите, вот здесь уходит очень простое, чтобы усилить трение, вот здесь канифолью, кляпочку, так же, как и смычки, канифолью. И просто будем ей этот стержень натирать. И он звучит на основной своей частоте. И в нем формируется похожая стоячая волна, но только у струны, за счет того, что концы закреплены. Концы вынуждены быть неподвижными. Ой, не хотела стирать. А у стержня, наоборот, концы не закреплены, они самые подвижные. Его клевания имеют вот такой вид, ну, если они, в общем-то, продольные, то если рисовать как функцию смещения, как функцию координаты, то максимальное для смещения на концах, минимальное обетеление. Но это только как у струны, пол, половинка, целые планы укладывается на это стержень. Самые обычные досечки. Они просто разной длины. И так же, как и этот стержень, эти досечки имеют собственные основные частоты. Мы их можем... Чем короче досечка, тем более высокий основной дом, она дает. Длинная волна, это низкая частота. Короткая волна, это высокая частота. И этот принцип используется в всем знакомых музыкальных инструментах. Полые трубы. И вот, или просто полая труба. Правда, элемент для сечения. Чтобы не заставить ее звучать, надо создать вибрацию клубами. То есть частоту должны оградить. Вот такой хорошо, древний. Что за тело там звучит? Оказывается, основное звучащее тело струбей это воздух. Так вот, воздух, за счет того, что он от концов трубы тоже отражается, в нем устанавливается аналогичная стоячая волна, похожая на точку и в струне. Тоже на концах, если открыто концу трубы, воздух может колебаться с максимальной амплидутой. В центре трубы колебания минимальны. Это похоже на эти колебания звучащего суперчня. И точно так же можно создать и ситуацию, когда он в длине этого воздушного столба выкладывается больше в полугулу. Он выбирает всегда основную частоту, это какой-то принципы минимум на контракт. Но можно создать колебания с большими частотами. Вот сейчас мы постараемся сделать наглядными те процессы, которые происходят в этой трубе, которые мы сейчас заполним газом. Но в трубе есть много максимальных мероприятий с помощью трубы, возбуждая на этот концерт вынужденное приливание воздуха, вынеканно в этой решении. В трубе. Там, где кучино стеклевает, там язычки более... Альфортик. 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 Продолжение следует... 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 Это автоколивание. Покрытка идет в грязной антисепте от тепловой энергии. Вот голос. Вы говорите, что у нас звучит? Что творится? Голосоопарие щели, то есть такие вот мышцы, которые во время тыхания открыты треугольником, а во время варенья они замыкаются, и вот через эту щель проходит воздушный поток и это тоже автоколивание. Сейчас мы рассмотрели, что протяженные длинные тела простой формы имеют колебания, основная частота которых определяется их длиной, ну и скорость к воспространению звука в этой среде. И они создают, в общем, как правило, музыкальные звуки. А теперь я хочу показать, что тела более сложной формы и имеют основные колебания и множество своих принципов. То есть колебания тоже собственно. Насыпали просто мелких песочек. И когда пластинка звучит, то там, где создаются пучности, песок разбрасывается, слетает. Внутри эту пластинку мы видим, что получается вот такая фигура. Можно возбуждать ее попробовать в другом месте. Другая фигура. Вообще, чем сложнее форма тела. Набор собственных колебаний, видов по форме, собственные цисточки становятся просто огромные, очень большие. Ну, круглые, простые. Вот. Тут симпатичная. Возникла звездочка такая. Вот это устройство для извлечения звука, которое мы будем возбуждать с той или иной частотой, упрощая вот эти вот зубчатые колесики. Количество зубов не праздное, поэтому вместо того, поднести картонку к тому или иному колесику. Возбуждаемые выливаниями разной частоты. Чем звуки отличаются друг от друга? Почему они музыкальные, а другие нет? Ну, и почему звук скрипки отличаются от звука, скажем, звуковаза? А как устроены звуковые выливания? Итак, основной дом – это выливание самое длинное, стоячие волны, и абертоны, и гармоники. Возбуждаются они, на самом деле, все одновременно. Как правило, основной или более основной возбуждаются с большей амплитудой, а остальные – как малые добавки. И вот то, какие именно абертоны возбудились, какой сильнее, какой слабее – это то, что создаёт неповторимый тембр звучания. Но общее у всех музыкальных звуков, что музыкальный звук имеет простой состав. Он состоит из скрывания основной частоты и совокупности абертонов. На конкретный состав этих абертонов и определяет тембр звука. Вот сейчас мы посмотрим на очень массовую программу, которая позволяет видеть состав звуковых колебаний. Когда происходит сложение хотя бы двух колебаний с кратными частотами, то в итоге получается периодическое движение, периодическое колебание более сложной формы. Вот такое вот синусоидальное колебание с колебанием двоев большей частоты. Просто, видишь, в принципе, подсовывая ногу, дощечку под другую, и происходит положение. А получается вот такое вот интересное по форме колебание. Гельмольц, который изучал в 15 веке особенности изучения данных инструментов, он так и сказал, что стенсор определяется формой колебания. В данных программах нам могут сразу строить и форму колебания, я вам говорю, и то, что я произношу на верхнем графике в виде формы колебаний выглядывая, и вычленять, какие именно частоты намешаны в этом колебании. Это называется словом «спектор». Какая частота представлена, с какой амплитудой. «Вообще надо сказать, что простые сунцентральные колебания найдут только звуковой генератор и то не очень, в чистом виде. И специально построенные повертоны». «Намере затухания» Видно, что уже более сложное колебание. Дело в том, что основное колебание основной частоты, поскольку звучит наиболее сильно, быстрее энергия исчерпывается, быстрее запухает, и становятся уже видны гармоники, при том, что, главное, дают более сложные. Давайте по-другим, по-скрепим, подключим на сложное колебание, которое возникает. Чуть-чуть теста не хватает. «Намере, конечно же, видно, что несколько максимумов таких, на равном расстоянии друг от друга, это те самые частоты основной и агитронной. А, во-первых, форма колебания достаточно сложная. А, я иду еще больше. Обратите внимание. Специфическая форма колебания, которая меняется, когда звук затухает, меняется тембр, меняется состав гармонии. И, опять-таки, мы соблюдаем наличие ряда таких тонов. О-у-у-у-уу... Это основные штата, он уочленяет основную штату. Давайте еще попробуем две группы, Multi-Geraufが Вот здесь. В основном, каждый музыкальный инструмент создает свои специфические пропорции обертона. Вот обертон в самом себе звучит тихо. Теперь поставим его на ящик. Кстати, когда вы слышали тихое звучание, то в 3-10 вы слышали высокие частоты. Возбуждается основной тон и свободность неких высоких обертонов. У обертона приближайшие близкие обертоны специально ослаблены, а высокие обертоны остаются. А потом мы поставим его на ящик резоната, который настроен на основную частоту. И все остальные частоты мы уже не слышим, а основная частота усиливается, потому что воздух в этом ящике настроен длина ящика, подобно он так, что он настроен именно на основную частоту. Давайте послушаем резонанс двух комертонов. Два одинаковых комертона. И один комертон может заставить звучать другой. Но помогают в резонаторной ящике. На самом деле сам комертон создает очень тихий звук. Он не способен никому разбудить. А вот плевание воздуха в резонаторном ящике возбуждает плевание во втором резонаторном ящике, а и он уже разбуждает звездом. Задайся. Вот мы слышим звучит второй комертон, а шарик, который от него удаляется, он просто делает видеодвижение ножек. Время от времени ножки вообще вот так вот делают. Вот отсюда. В этом времени они подталкивают шарик. Вот эти резонаторные ящики, они сделаны так, что у них острый резонанс. Они отличаются своим частотам. Если частоту немножко подборьте, то он уже предстает резонатор резонировать. А потом здесь мы можем частоту, добавляя на ножку ковертона, навесив просто металлическую маленькую плашку. Я думаю, на это будет важный плаш. На один из плаш. Ее резонирует. А, ковертон. Уже не отличает. Вот такой вот добротный резонатор. Он хорошо чувствует основную частоту. А нужен ли какой-то хороший резонатор, скажем, музыкальному инструменту? Если бы он музыкальный инструмент чувствовал хорошо, рейтонировал на одну частоту, ну, конечно, она просто играет. Правда. У музыкального инструмента нужен резонатор какой-нибудь такой сложной формы, у которого набор собственных частот очень широкий. Вообще, собственная частота есть. У любого тела не одна собственная частота, а много собственных частот. Чем сложнее тело поформить, тем этот набор более обширен. И конституция следует так, несколько друг за другом, чтобы практически тело вот сложно резонирует на всех порядках. Я могу сказать, что резонаторы используют просто любое твердое тело. Стол помогает. Стол отвечает хоть этому повертону, хоть другому повертону. Но для него все эти частоты, ну, какая-нибудь собственная рядышком окажется, другие просто не снимаются с ящиков. Такой всеявный резонат. Так вот, резонант музыкального инструмента он тоже должен быть всеявным, то есть отвечать на все частоты, по крайней мере, диапазоне звучания этого музыкального инструмента. Ну и без резонанса, это резонант, или предотвечения резонанса, звучание инструментов, по крайней мере, струнных воздухов невозможно. Ну, в районе резонанты это дека, на которую натянуты струны, то есть резонант у него, как этот стол твердое тело, а вот у скрипок и прочих, резонанты это в основном воздух внутри корпуса. Сам корпус тоже, деки тоже резонируют. Ну, основную мощность передает именно резонанс воздуха внутри. резонантры гимнгольца, вот еще не показатели, которые использовались для изучения состава звука, какие звуки, частоты, намешанные в звуках, в те декеевые знания, которые еще не было в таких программах, которые автоматически специально производят анализ спектра. И вот эти полые шары сделаны таким образом, что каждый имеет одну самую любимую частоту, и на нее он в основном не отвечает. А чтобы сделать это в его побуждении видимо, мы тут на выходе, в такие выходные трубочки, поставили вертушечки. И если попасть в нужную частоту, то воздух, который совершает поливание в этом резонаторе, выходя из трубочки, заставляет оборачиваться вверх душу. Это не так просто попасть в нужную частоту. Не получается. Похарты, похармейки. Вот, например, А, О. И чем отличаются друг от друга? Они тоже отличаются спектром. И я могу изменить спектр, меняя форму резонатора. А резонатором служит раковая полость, и там, на трудущей резонатор, носовой, если я этот резонатор делюсь, то звук становится другим. Другие выливания по форму, другие по спектру. И мы переходим от одного спектра в другом спектру, меняя фунт по резонтору, с помощью языка, йога. Вообще, наши частоты, которые я издаю, они не уходят в диабазон 1500 Гц. Но у некоторых людей с анатера усиливают еще частоты в районе 3500, там где поросят обещают. И вот такой голос, который создает еще вот эти гармоники с этими высокими частотами, воспринимается какой-то полетный, такой звонкий, это отменный голос. И хоть у шалякина, с басом, хоть у морей халос, вот эти вот высокие, то есть твоя 1000 Гц частоты обязательно в его голосе присутствуют. Но если тут не дано, то не дано. Это выглядит, это мой, не научишься. Вот я сейчас все делаю абсолютно на форме резонатора, потому что мы в воздухе, в воздухе живем. Но если бы вы жили не в воздухе, допустим, в космическом корабле, то там заполняли корабль смесью гелия 80% и салона 80-20%. Другая атмосфера. Вот какими голосами они в этой атмосфере творили, мы примерно сейчас не доймем. А кто-то желающих просто вдохнет газообразный гелий и заполнил гелий гелий. В той самой единственной формуле скорость звука в гелии примерно 1-2 агентратора больше. Это означает, что при той же вкульной резонатору собственные институты знамут тоже 2-2 агентратора больше. dropped off. Мы очень рады вас здесь видеть! Мы очень рады вас здесь видеть! АПЛОДИСМЕНТЫ